Но к концу 19-го столетия эти доминанты были уже снивелированы тем, что в Москве начала расти высотная застройка в виде доходных домов, которые постепенно стали перекрывать те исторические колокольни, которые в Москве были. Советская власть тоже наносит свой урон на те вертикали, которые были в Москве, путем уничтожения многих культовых зданий вместе с колокольнами, либо путем уничтожения верхних ярусов сборных. У него были поставлены две задачи. Первая – это сохранить существующую застройку Москвы, но не из каких-то исторических соображений, а из соображений материальной ценности. В принципе, здание можно не ломать, а использовать свободные площади, поставив новые постройки на такие ноги, не нарушая тем самым дорожного движения и пассажирского потока. Он предлагал поставить специально доль бульварного кольца, поскольку он считал, что это будет такое тематное решение и новый архитектурный комплекс в пределах старой Москвы. Ну, опять же, в 20-е годы сложности с экономикой, с строительным материалом, поэтому, в общем-то, и не было технических возможностей, поэтому эти здания не были реализованы. Вот так они должны были выглядеть, если они были в реальном разводе. Новым вертикальным акцентом центр города в 20-е годы братья Веснины предлагают в одном из своих конкурсных проектов построить Дворец Труда, ну и проект архитектора Иофана Дворца Совета, который вы видите сейчас. Огромное сооружение, высота которого периодически постоянно корректировалась, и, в общем-то, этот проект существовал с 1935 по 1956 год. Это должна была быть главная доминанта нашего города в предвоенный период. Строительство Борца Советов началось на нулевом цикле, но возникла проблема. У нас не было специалистов в нашей стране, которые бы имели опыт возведения вот таких высотных зданий. У нас не было ни инженеров, ни архитектов. Для этого посылают в штаты за рубеж на практику на несколько лет известного московского архитектора Вячеслава Патаржевского. Его главное сооружение дореволюционное – это здание сервера Старкового общества на углу Линки новых площадок. С башеном, с часовой, это его предвоенный проект. Он был в архитектурной практике, кроме еще собственной архитектурной практики, имел инженерную практику. Его посылают в штаты, где несколько лет он изучает опыт по проектированию высотных зданий. Но это еще было в первой плане 30-х годов. И устраивается на работу ведущей инженерной агентства. И, кстати, административная тарата, что там общественные помещения, администрация, располагается, построена в 1914 году в Ублимон-Керпе. Здание в 40 этажей, в следующем году будет торжественно отмечать свое столетие. Уступчатые обломы, и, как мы с вами видим, по архитектуре, оно, конечно, напоминает наши с вами высотки. Особенно центральные объемы, вот эта вот ротолочка, то есть верхняя часть, она очень хорошо напоминает МГУ. Понятно, что, в общем-то, изобретать велосипед было сложно. И архитекторы берут за основу вот эти вот постройки. Но, опять же, опровергая последние утверждения о том, что они полностью скопировали эти здания с американских небоскрёбов, вот, это абсолютно ложное утверждение, поскольку, во-первых, есть воспоминания самого Минкуса, что Сталин отверг прямое копирование американской архитектуры. Во-вторых, американские небоскрёбов по своей структуре не подходили под Москву. Дело в том, что они имели очень тяжелый, тяжеловесный фундамент. Кроме того, сами здания, выстроенные из монолитного железобетона и забетонированные металлокаркасы, были очень тяжелыми и не подходили под московскую слотную почву. Поэтому, с другой стороны, вы можете увидеть котлован, который огражден воденым чистоколом иглофитром. Это было применено на Драгомиловской набережной. Это насосы, которые постоянно работали и откачивали воду. Если бы этого не было, то через час котлован бы превратился в бассейн. Справа вы видите охлажденный контур. Это было сделано для заморозки грунта, поскольку уже шло строительство наклонного кода. И дабы совместить эти работы и не провалилась земля, то было сделано охлаждение. Об этом я уже позже вам тоже расскажу, когда мы будем отдельно каждое высотное здание рассматривать. Ну и, собственно, 1812 года. И Александр Винберг в 1814 году составляет первый проект храма Христа Спасителя на Воробьево гора. Должен был стоять на самой кромке, там, где сейчас метровая площадка. Но впоследствии этот проект ему приходится перерабатывать. И окончательный проект, который был поднан в 1920-е годы, уже был несколько иначе выглядан. Но когда начались геологические изыскания, на том месте выяснилось, что песчаный склон не выдержит вот такого объема. И в конце концепцию и проект. И на центральной оси с дворцом совета он спроектирует новое административное здание, которое вы видите. Оно уже немножечко начинает напоминать тот дворец науки, который появится в послевоенный период. Но война внесет свои коррективы, от идей создания компуза откажутся и, в общем-то, перейдут к развитию Московского государственного университета. МГУ не хватало площадей уже в советское время. Площадка на Маховой была слишком мала. Студенты жили в общежитии на Страмынке и, в общем-то, были распределены по всей Москве. Какого-то единства технического городка не было. Да и, в общем-то, крупнейший мусс страны вылетел довольно печально и не соответствовал идеологию новому времени. Поэтому огромный коллектив известнейших московских архитекторов, они практически очень быстро сразу создают тот проект, который мы с вами видим. Единственное, что были различные варианты с завершением здания, они корректировались. Сначала был, это, кстати, рассказывал архитектор Гнедовский, которого я брал интервью в прошлую осень, что были варианты сначала с постановкой «Там памятник Ломоносова», потом «Группа молодежи». На конце концов, когда приняли общий вариант со шпилями, сразу же сделали окончательный шпилевой вариант. Он сгодил рациональную архитектуру, даже в сталинское время, поэтому он проектирует вот это здание. Дальше произошла очень интересная история. Несмотря на то, что Чичулин всячески пытался наставить на шпилевом завершении, это здание и, в общем-то, эта пустая площадка никак не подчинялась городу, подчинялась вышестоящим ведомствам и сделать не ничего не мог. Вот Милкус оставил свою идею вместе с Гельфрехом, но по воспоминаниям сына Михаила Милкуса произошла следующая история, когда уже не успевает построить, значит, стройка началась в 1939 году, во время войны была прекращена, и к 1944 году выстраивает корпус жилого дома, который вы видите. В 1947 году эту площадку получает Чичулин, но возникает проблема в том, что вот этот жилой дом уже выстроен. Причем дом был с коммуналками, с деревянными перекрытиями, достаточно большой, капитально сносить его невозможно было. Ростковский сам погиб в Великой Отечественной войне, ушел на фронт и под Курском погиб во время войны. Чичулин делает очень интересный ход. Он вот это здание встраивает в существующий объем высотки, но при этом он вынужден был взять мотивы своего коллеги, вот эти арочные объемы, и все вот эти мотивы перевести на новую высотку. Прощадку убирают для строительства высотки гостиницы. Перед Леонидом Поляковым и Александром Борецким стояла очень сложная задача. Нужно было вот эту высотку увязать вот с тем разномастным ансамблем комсомольской площади, поскольку там уже стояло здание Леонидрадского вокзала, которое было с проектированным архитектором Константином Тоном в таком эклектичном русском стиле, здание Рославского вокзала, Тектора Кепушева, довольно попезный вестибюль Щусева, станция метро Комсомольская, и большой комплекс тоже, Щусевский, это здание Казанского вокзала. Поэтому нужно было как-то увязать и сделать какую-то новую доминанту. Предлагалось площади до Пушкинской. Вместе с уже известным Вячеславом Торжевским делают проект гостиницы. С названием были различные конкурсы устроены, как назвать гостиницу, вот она даже в каких-то из зданий идет как гостиница и турист, но празднование годовщины Соединения Украины и России окончательно определяет ее название. Ну, кроме того, тематика этой местности Киевского района тоже, собственно, преодолевает.